300 квартир в центре Нур-Султана остались без отопления в самый разгар зимнего сезона. В полной негодности коммунальные системы, залитые горячей водой, жильцы обнаружили после того, как накануне нового года пропал председатель их КСК. Как в великом произведении, что делать? Вода с подвала не уходит уже который день, а помощи так и нет. С подробностями Камила Тастанбекова. Жители этого дома в центре столицы в Новый год шагнули с новыми проблемами. Ещё не успела пробить 12, как они уже по-своему веселились. Только не за праздничным столом, а в подвале, пытаясь остановить воду из прорвавшейся трубы. Уже прошло почти две недели, но коммунальную аварию ещё не устранили. Система пожарной, противопожарной системы и дымоудаление отключены. Частично разукомплектована. Система пожарных датчиков отключена полностью. Она не в работе. Вода стоит. Глубина большая. Но это ещё полбеды. Жители 300 квартир посреди зимы остались без отопления. Люди согреваются как могут и надеются, что сильные морозы наступят не скоро. Были три крупных аварийных ситуации именно на тепловом узле, на системе подачи горячей воды. Были порывы. При беглом осмотре систем тепловодоснабжения было обнаружено, что очень много сварных соединений пришли в негодность. Наблюдаются локальные течи и порывы. А началась вся история с того, что жилищный комплекс в декабре отказался обслуживать КСК. Об этом его председатель объявила на собрании накануне Нового года. При этом она не стала передавать дом в управление другому кооперативу, оставив ещё и сюрприз. Там, где должна быть сварка, трубы чинили, чем могли. Вот чопик. И вот вода сочится. Вот ещё один чопик. Только вот теперь жильцы никак не могут дозвониться до бывшего председателя, чтобы получить отчётность и найти новую обслуживающую компанию. На первом этаже сделан ремонт. За счёт наших целевых сборов по 11 500 с квартиры собрали. Вот сделали ремонт. И теперь, уходя, наш председатель, её сотрудники сняли вот здесь доску объявлений, которая красная цена 500 тенге. Ну, наверное, платя по 50 тысяч тенге с квадратного метра, мы заработали доску объявлений. С другой стороны, чему удивляться? То, что коммуникации дома пришли в полную негодность следствия бесхозного отношения. Это уже третья по счёту КСК, которая занималась обслуживанием комплекса с момента его сдачи. И после каждого приходилось устранять то одни, то другие проблемы. Вот только в этот раз их масштаб стал более глобальным. Я позвонила на 109. Там зафиксирована моя заявка. Я пояснила всё это, как у нас что происходит, как мы будем дальше. Вот они сказали, теперь напишите жалобу в этот, ну не жалобу, заявление в управление по контролю и качеству коммунальной среды. Но ответа пока нет. Когда проблема решится, жильцы даже не представляют. Не знают и куда обращаться за помощью. Пока они спасаются, собственными силами нанимают слесаря. С 31 числа весь дом наш бьётся. Мы не знаем, как спастись от горячей воды, от отсутствия отопления. Пропадает. В одной квартире сделают в другой, потому что нет регулировки, автоматика не работает в подвале. Нет балансировки. Расширительный бак один полностью не работает. Эксперты говорят, что в такой ситуации жильцы вправе подать в суд на бывшего председателя КСК. КСК сам себе заказывал работу, сам себе делал, сам контролировал и сам себе оплачивал. То есть это чисто монопольная деятельность. Они могут возбудить уголовное дело, если не будет представлен правильный финансовый отчёт и не будет подтверждающих документов на расход денег в форме актов выполненных работ. Если таких документов подтверждающих нет, значит эти деньги ушли в карманы. По Казахстану среди всех форм управления жилищными комплексами КСК составляет только 20%. Несмотря на это, население больше всего недовольно их работой. В некоторых случаях дело даже доходило до фальсификации протоколов подделки подписей на опросных листах в пользу выгодного председателю решения. Чтобы исправить ситуацию, в стране приняли новый закон о ЖКХ, согласно которому кооперативы заменят объединение собственников квартир или простые товарищества. Основной принцип это одно объединение собственников имущества создаётся в одном квартирном жилом доме и соответственно имеет один счёт. Это текущий счёт и счёт на капитальный ремонт. И однозначно контроль данных средств позволит повысить прозрачность при расходовании и распределении средств, которые будут собираться жильцами данного дома. Насколько эффективна будет жилищная реформа, покажет время. Но у жильцов этого дома его просто нет. Получится ли у них решить проблему самостоятельно? Тоже открытый вопрос. Вот вода. Это уже у входа. Зайти невозможно. Вызывайте срочно, надо перекрывать. Пока они сравнивают себя со слепыми котятами. И ведь это не единственный случай в стране, когда конфликт между КСК и жильцами приводит к серьёзной аварии. Камила Тастамбекова, Ержан Рахман Бердиев, Ерлан Наурсбаев, Хабар-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова